Приветствую вас, мои дорогие инопланетные товарищи! С вами Мантика. Доброе утро, день, вечер, абсолютно любое время суток, когда бы вы не решили посмотреть это видео. Видео из разряда Draw With Me не было уже очень давно. И что я хочу под этим... Что я имею в виду? Я имею в виду, что те из вас, кто подписаны на мой инстаграм, знают, что я начала снова работать в цвете. Пока очень осторожно. Очень осторожно. Я прощупываю то, на что я способна, чего я хочу прежде всего. И на данном этапе есть идея, следующий скетчбук, который как раз перед инктобером будет. И я хочу его заполнить за месяц, за, собственно, сентябрь, который уже начался. Я еще не закончила этот скетчбук. Прекрасно. Ну, в общем, я его хочу заполнить разворотами. И я хочу все развороты делать в разном цвете. То есть один разворот будет, например, только там в черном и красном, другой там в черном и желтом. Ну, короче, вот как-то так. Оттенках тех цветов. Это то, что я пока хочу сделать. Я не знаю, насколько это получится. Я не знаю, сделаю ли я это и так далее и тому подобное. Но вот есть такой план. Если же вы хотите следить за этим более подробно, чем на видео, то, пожалуйста, в описании под видео есть ссылки на мои соцсети. Там есть и мой инстаграм, и, собственно, группа ВВК, где я зачастую провожу какие-то бонусные конкурсы. Подписывайтесь обязательно, потому что, несмотря на то, что сейчас я выкладываю достаточно много видео, это связано в основном с тем, что у меня есть энергия, пространство и, собственно, время. То есть время для меня играет очень важную роль. Я пока не знаю, когда я смогу начать курсы, но я фактически понимаю, что как только я начну курсы тату-искусства, тату-мастерства, я не смогу в той же мере снимать видео. То есть их станет меньше. Это как бы не есть плохо, это просто вот так. Еще тут вокруг меня бегает муравей, я не могу понять, в чем бегает. Вот, к слову... А, нет, я сейчас не буду говорить о насущном, вообще не буду. Мы с вами все затрагивали, тему знакомств. И вы просите, вы действительно просите рассказывать больше о каких-то вот моих личных знакомствах и, наверное, о каких-то моментах в жизни. Я понимаю, что это должно быть вам дико интересно, но в тот же момент я понимаю, что у меня постфактум дико скучная жизнь. То есть, понимаете, даже она не дико скучная. То есть, понимаете, в чем фишка? Я не тот человек, который... Который любит, знаете, драму устраивать, там, участвовать в каких-то, не знаю, сплетнях, не сплетнях. Все, муравей больше нет. Но вот меня это затронуло, наверное, когда я была на пороге лет шестнадцати, и мы тогда думали с, собственно, моими родителями, как отпраздновать. Я никогда большие партии не закатывала, ну, суть не в этом. И я помню, мне папа высказал, что, типа... А, собственно, фишка была в том, что когда мы пошли, собственно, пообедать с семьей, мой отче хотел, чтобы я заказала мохито, по-моему, что-то такое. Ну, в общем, как-то это так всплыло, что мне надо попробовать алкоголь. И я помню, гулял такое мнение, если я не ошибаюсь, было мнение моего папы, что, типа, если я не буду пробовать, то потом, короче, на каком-то этапе своей жизни я сорвусь, и сопьюсь, и искурюсь, и черт знает еще что. Собственно, чтобы вы понимали, да, я не зожник. Я, скорее, сторонник... Знаете, вот сейчас появилась, короче, очень такая крутая тема, интуитивное питание, когда ты, типа, должен чувствовать свой организм. Вот я сторонник этого, да. Сторонник ли я, там, алкоголя и еще чего-то? Мне оно не нужно. То есть мне, чтобы хорошо провести время, какие-то дополнительные материалы не нужны. Да, я могу сидеть, рисовать, и я буду счастлива. При всем при этом в хорошей компании я веду себя, как, я не знаю, пьяное укуренное существо. Причем в таком вот состоянии, такого плана шутки. И, в принципе, ну, это случается исключительно в те моменты, когда я в компании людей, которым я доверяю, доверяю, и с которыми я себя достаточно свободно чувствую. А это очень маленькое количество людей, чтобы вы понимали. На самом деле, очень избирательно, и я мало кому доверяю, что ли. Ну, в общем, я очень в малом количестве случаев буду себя вести действительно так, как я буду себя вести. То есть у нас недавно даже на эту тему был небольшой разговор с моим молодым человеком, мол, что когда мы куда-то выходим в компании, ты себя ведешь по-другому. Другой человек, да, я другой человек, потому что для меня большая компания – это некомфортно. Особенно если это люди, которых я не знаю или знаю плохо, если это чужие друзья и так далее. Я себя чувствую очень некомфортно, и я либо буду сидеть и вообще молчать, то есть я буду мебель, либо я буду себя вести, ну, в некоторых случаях, возможно, некорректно, но большинству людей, как правило, весело. То есть я выступаю как шутник. Но, опять-таки, это защитная реакция. Как кому-то объяснить, что это, почему это, не знаю. Но вот я так реагирую на большие компании. Чтобы вы понимали, большие компании – это больше четырех человек для меня. То есть для меня четыре человека – это когда вот, там, допустим, я, мой молодой человек, какая-то наша знакомая пара. Вот это максимум, который я могу себе позволить. Либо это должны быть люди, с которыми я, ну, вообще суперкомфортно себя чувствую. Насколько это правильно или неправильно, я понятия не имею, но вот такой вот панцирь. И я немножко потеряла мысль вот в этот момент. А, ну так, собственно, мы с вами говорили про потребление всяких там, всяких дополнительных веществ, и про срывы, и вообще про то, как я живу мою жизнь. Чтобы вы понимали, как это все происходит. Я человек, который не ходит по клубам, не ходит по барам, не знаю, я не играю в онлайн-игры, например. То есть, я не знаю, я читать люблю, рисовать люблю. Какой-нибудь сериальчик посмотреть. У нас есть прекрасный, прекрасная зарождающаяся традиция с моей лучшей подругой, когда мы собираемся у меня дома, и, собственно, под легкий винчик вишневый смотрим «Секс в большом городе». Или какие-нибудь другие сериалы. «Докторы кто», там, я не знаю, как по-русски называется сериал «Two Broke Girls». Я просто не в курсе. Я его смотрю на английском. Ну, в общем, это такие, это планы, это зарождение. Но это то, как я живу мою жизнь. И, как бы, чтобы вы понимали, мне просто и рассказать-то особо нечего. То есть, из того, что можно рассказать, оно очень специфическое. То есть, я очень машины люблю. Опять-таки, кто следит за мной в Инстаграм, кто смотрит мои сторис, те знают, что если я вижу крупные тачки, то это обязательно будет в сторис. Если я где-то натыкаюсь на, там, MR2 старую, причем старую в 90-х. Или если я где-то натыкаюсь на, там, RX-7, Mazda, или я натыкаюсь еще на что-то. Причем это преимущественно либо японские машины, либо ретро-американские автомобили. И вот если я где-то на улице натыкаюсь и успеваю сделать фотку, то это обязательно идет в сторис. И вчера, опять-таки, так вышло. Ну, как для меня вчера, потому что я сейчас это записываю. Вы это, скорее всего, сегодня увидите. Поэтому, ну, допустим, для вас тоже вчера. Назовем это вечер субботы. Так вышло, что мы отправились смотреть футбол. Ну, как мы отправились смотреть футбол? Это та ситуация, когда наша пара и знакомая наша пара, мы, короче, пошли, наши пацаны смотрят футбол, я с девчонкой играю в карты. Вот такая вот ситуация. Достаточно частое явление в наших краях. Как минимум раз в неделю, когда там матч случается, мы это делаем. И, так вот, и к тому же месту подъехал механик, у которого гараж недалеко от нас, у которого как раз-таки есть RX-7. У нас Mazda MX-5. И вот они становятся в линеечку, и подъезжает пацан, у которого еще более старая версия MX-5. Тоже, получается, они становятся в линеечку. И вот если вы у меня есть в Инстаграме, то вы видели сториз, когда я просто сделала видео вот этих в линеечку выстроившихся красивейших автомобилей, потому что они маленькие, они очень обтекаемые, и они действительно очень красивые. То есть, чтобы вы понимали, я не тащусь там по сборкам мотора, по вот этому всему. То есть, внутренний аспект, я знаю внутренние аспекты автомобилей, я не знаю. Мне было сказано, что я разбираюсь лучше большинства баб в этом вопросе. Причем высказано было именно так. Но не суть. Суть в том, что для меня автомобили и робототехника – это эстетика. То есть, для меня это очень эстетически красиво, и я, по-моему, говорила уже об этом видео. То есть, даже когда я была анимешником, давным-давно, я в основном смотрела меко-аниме. То есть, вот это были мои самые любимые штуки. То есть, даже если мы возьмем каких-нибудь Чобитов, или мы возьмем там, я не знаю. Ну, в общем, такого вот плана. Чтобы вы понимали, я даже трансформеров люблю как фильм. Просто за то, что там есть вот роботы. И для меня это действительно верх эстетики, когда вот ты смотришь на это. Опять-таки, те, кто может быть, может быть, открывали там мою страницу на Фейсбуке, знаю, что у меня на обложке стоит фотография, где я, собственно, в музее Вульсбурга автомобильном. И у меня на заднем плане Делориан. Вот это вот, это для меня вообще был, наверное, верх, верх всей любви. Потому что я большой поклонник фильма «Назад в будущее». У меня, собственно, даже чехол на телефон. Даже чехол на телефон с фразой из фильма. Дороги. Ну, вот знаете, вот эта фраза «дороги», типа, туда, куда мы отправляемся, дороги нам не понадобятся. Я не уверена, что она звучит так на русском, но на английском она звучит так. Так что, да, вот это один из моих интересов. И как бы оно все завязывается. То есть я очень люблю, когда мы по вечерам выезжаем куда-то и просто ездим под музыку. Очень люблю хайкинг. Я очень люблю, когда мы едем в горы и гуляем просто. Причем я не тот человек, который, знаете, прошла 10 метров, сделала 100 фоток. Прошла еще 10 метров, сделала 100 фоток. То есть я могу этим делиться, я могу где-то сделать какую-то фотографию, но я это никуда не заливаю. То есть это вот, как все любят говорить, личная жизнь. Жизнь. Да. И я не знаю, насколько это интересно на самом деле. То есть я не живу какой-то определенной философией. и я не, знаете, не живу в постоянной драме. Вот это вот... Помните, фильм был? Проект Икс, по-моему, так он назывался. Короче, было несколько фильмов такого плана, где типа... типа Ибица, и все... все уже готовы. И вот типа вот это вот все, и вот так ярко. и вот нет. Нет. Ну, то есть как бы я не могу с вами поделиться чем-то таким. У меня нету такого плана знакомств. У меня нет... Ну, нету. То есть я не знаю. У нас, наверное, самое... самое странное знакомство. У меня было с моей лучшей подругой, когда мы познакомились в школе и здесь. И я, собственно... Я, собственно, даже не помню деталей, но это было связано с сериалом «Доктор Кто». То есть то ли кто-то какую-то фразу... Ну, в общем, это, знаете, это вот как в фильмах бывает, причем в таких достаточно детских фильмах, когда, знаете, два человека вот между ними так стрельнуло. Хопс! Знаете, мы нашли друг друга. Вот это был такой момент. И именно за счет ощущения этого момента это было забавно. Но вам я это ощущение передать не могу, потому что я детали уже не помню. И поэтому... Поэтому это... Это тоже забавно, к слову. Так что я... Честно, я хотела бы вам рассказывать как-то про мою жизнь, чем-то делиться. Но при этом вы должны отдавать себе отчет, что я могу вам рассказывать про то, какие я фильмы смотрю в сериалы, какие книжки читаю, что сейчас происходит в моей жизни. Но вы просто драмы в этом не увидите. Я действительно человек, который всеми силами избегает драму. Я не люблю, знаете, просыпаться с утра и думать, блин, а что я вчера вечером сделала? И... Вот так вот. То есть, если вам это действительно интересно, если вы действительно хотите знать эту сторону меня, то пишите в комментариях, может быть, делитесь какими-то вашими историями. Мне будет очень интересно почитать. Собственно, те, кто пишет комментарии, знают, что я на все комментарии отвечаю и все читаю. И как бы вот... И обязательно подписывайтесь на все мои социальные сети, чтобы мы с вами могли законнектиться. У меня все еще проходят конкурсы. Сейчас конкурсов три. То есть, в предыдущем видео есть конкурсный репост на оригинальный арт. Еще в одном видео есть конкурсный репост на оригинальный арт. Я ссылки оставлю вот в описании. И есть конкурсный репост на портрет. Вот, чтобы вы понимали. А с вами была Монтейка. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, ставьте ему лайк и, собственно, делитесь с друзьями. Пусть ваши друзья посмотрят. А я с вами встречу с новых видео. Хорошего вам воскресенья и пока-пока.